Восьмое марта, четырнадцатый год, Харьков, кончили с праздником Восьмое марта, четырнадцатый год готовился к пророссийскому митингу Восьмое марта, четырнадцатый год готовился к пророссийскому митингу Груда всяких мотивов для демонстрации у людей В поддержку российской оккупации Крыма То есть я лично расцениваю любого вышедшего сегодня на этот митинг Как человека, который согласен, поддерживает вхождение российских войск В Крым к двенадцатый год должны подтянуться Подтянуться сторонники такого развития событий Шлюса оккупации, в общем коллаборационисты Лично для меня они никто, иные как коллаборационисты Ага, а вон Вон они Ну а в общем-то Идти к памятнику Шевченко Смысла сегодня нет Потому что все силы Евромайдана В общем силы не поддерживающие Вторжение российских войск в Крым Будут собираться завтра в двенадцать Охрана какая в них Охрана какая в них Охрана какая в них Алло Не, не встретились, я только сейчас буду звонить им Ну я сейчас по площади свободы иду Ну а не да, где-то тут рядышком Наверное я сказал, чтоб билеты купила Таня на меня Ну Ульяне понятно, а мне ж тоже Говори Говори Хорошо, хорошо, хорошо Хорошо, конечно Давай молодец, его Будьте Я учусь Да Таня Дом Ширьбу Большой Таня Таня Повторю Таня 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 До Таня Вот у нас сторонники Айншлюса. Там если кто будет смотреть и он не сторонник Айншлюса, то как бы понимаете как на вас люди смотрят. Я по крайней мере не думаю, что это у вас волновало. 20 березня. Место Харків. Кіноконцертная зала «Украина». Початок по 19-й квит. Указь кіноконцертной зали «Украин». Початок по 19-й квит. Указь кіноконцертная зала «Украина». Радио «Шансонка». Початок по 19-й квит. Украина. Початок по 19-й квит. 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 В общем-то, в общем-то, не так уж и много, могло быть и хуже. Посмотрим, что дальше будет, конечно. Алло! Сегодня пророссийские силы здесь собираются. Ну, начинают они к 12, начинают, там кордон милиции стоит такой приличненький. Ну, возле памятника Ленина собираются сторонники аншлюса, коллаборационисты и т.п. Ну да, свобода. Ну, бывший от Дзержинского. Нет, не думаю. Я не думаю, что это будет. Если не прибудут какие-то российские спецзасланцы, то агрессия. Ты понимаешь, это не типично вообще для Харькова. То есть пока сюда не приехали вот эти левые ребята, тетушки российские. Тут никаких агрессий вообще ни против кого не было. Вот это первый штурм за три месяца, а да, он был именно с применением силы, мордобоем, а не стрельное оружие. Это именно когда уже приехали товарищи россияне. Агрессивные, злые, желающие урвать свое. А харьковчане, ну, украинцы все-таки посвободнее, как-то поспокойнее, потолерантнее. В горло не вцепляются. Мне по крайней мере так кажется. Так что я думаю, если не будет судя каких-то спецзагонов, то все пройдет нормально. Постоят, флагами помашут и разойдутся. Ну, как, в общем-то, Майдан проходил три месяца. Не-не, сегодня, ну, просто чтобы не провоцировать, зачем. На завтра, завтра в 12 часов будут подходить сюда люди. Завтра же еще день рождения Шевченко. Да еще какой, 200 лет. То есть народу тут должно быть прилично. А я иду сейчас, а я же думаю, они меня будут возле входа ждать уже. Сегодня же тебе говорили, что там администратор зоопарка что-то сказал, что если не поступят деньги, там-то в зоопарке появится первая небесная сотня животных с голоду умерших. Практически горькая ирония, почти с цинизмом. Да нет, на площадь, я думаю, там собираться будут люди еще часа два до полного максимального количества. То есть мне же интересно как раз, что я пришел, я же не сторонник. Я хочу показывать и сколько за тех приходит, и сколько за тех приходит. Потому что люди как бы, вот это то, что там по новостям у рыбочками по 30 секунд показывают, оно вообще не дает представления. То есть я одним куском еду, снимаю и это самое. Давай я буду звонить им, потому что я уже возле зоопарка, а я их не знаю где они. Давай Мацаву. Так, 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 так. Восьмое марта, четырнадцатый год, Харьков. Бурки! 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 Так два часа уже идет пророссийский митинг. Двенадцать собирались, льда газот поздно. Два refrigerator. books my girl! У вас банamento! И теперь хотя я спрашивала, мы не можем помешать. Но расспасло Россия! Спасибо им! Ну, количество, я не знаю, тысяча точно. Россия! 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 Росс Марковской городской государственной администрации и рекомендуетели. Я, в общем, депутат Марковской государственной администрации. Так, ну никаких штурмов я не вижу пока. Стоят там люди вполне. Возле издания государственной областной администрации вполне мирно и цивили. Возле издания государственной администрации. Возле издания государственной администрации. Возле издания государственной администрации. Субтитры сделал DimaTorzok 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 В 2014-й год так, а у женщины все исполнилось. Девушка, Путина выбрала, пол России выбрала, больше половины. А Турчина кто избирал? А зачем вы про Путина говорите здесь? Какое отношение имеет он? Ну какое отношение Путина имеет сюда? Вы говорите про ту коллицию! У них локоть по камею... Это самая настоящая провокация? Выходите и говорите свое мнение, не заткнишь живу. Понимаете? Я говорю, у меня мать и отец. Я не хочу, чтобы кто-то приходил и опять... Не надо. Не я, не я. Поймите всю-всю массу, поймите меня. Она же не сами провоцирует эти скандалы. Не надо. Мы будем завтра встречаться с ней, здороваться, все правильно. Сейчас еще не надо. Мы не фашисты, понимаете? Фашист, фашист. Восьмого марта, четырнадцатый год. Восьмого марта, четырнадцатый год. Сначала применяем. Артур активный соперник. Восьмого марта, четырнадцатого миллиона. Участие, восьмого марта, четырнадцатого миллиона. Участие, воюевом марта, четырнадцатый, миров way of the world. Участие, восьмого марта, четырнадцатого, Продолжение следует... 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 Пророссийский митинг... Продолжение следует... Продолжение следует... Пророссийский митинг... Продолжение следует... Ну, митинг, конечно, гораздо более малочисленный, уже пошли петарды. Гораздо более малочисленный, чем во время штурма, в прошлый раз, когда внутри были представители Евромайдана, силы Евромайдана. Алло, Таня. Да, звонил, Таню. Смотри, сейчас тут связь обрывается. Давай либо возле памятника Ленина, либо возле метро выход там, где Кулиничи. То есть, стойте там. Хорошо, вот будьте в районе Кулиничей, ждите, пока я не подойду к вам, потому что связь может оборваться. Тут народу много, мало ли что будет. Ага. Ну, купи что-нибудь, не знаю, может, домой возьмем. Ага. Все, давай, целую. Да, силы просто, может, я же раздал. С милицией один к одному. Ну, и шансов на какие-то прорывы. Я бы оценил как нулевые. Сейчас в зоопарке больше народу, чем здесь на площади. Так, 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 так. 14.35 по Киеву. А в зоопарке сейчас как раз просят поддержать Своим посещением животных Для бы они не стали Как выразился Не знаю, кто там из администрации выразился Своебразные небезные сотни С голода Не померли животные. Ну, в общем Не так так. Харьков 8 марта 2014 год 14.43 по Киеву Пророссийская демонстрация Возле Областной государственной администрации Харькова Хоть и многочисленная, но Значительно менее многочисленная, чем Во время штурма предыдущего Очень много милиции В общем-то Не думаю я, по крайней мере, что сегодня Будет что-то вроде штурма По крайней мере Обычным людям там Ничего не светит Это если какие-то Спецы С тылов, с крыш А так нет Митинг перешел От памятника Ленину Все люди Перешли Туда же Подвластную Государственную администрацию Это те харьковчане, которые, я не понимаю, поддерживают вторжение Путина в Крым Российских войск в Крым Я слышал, называют его там защитником В общем, видно На видеозаписях предыдущих можно посмотреть Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!